приветствую вас на телеканале импак спасибо что вы оставите с нами это прямой эфир в эфире я не один мой хороший друг пастор павел распаднюк церковь дефания приветствую приветствую юрий михайлович приветствуем вас дорогие телезрители welcome back несколько месяцев мы с тобой не общались рад быть спасибо за приглашение нас будет с тобой благословенное время доброе время и для нас с тобой лично и для наших зрителей это будет благословение и хороший может некоторые хорошие советы уроки хорошие для тех возможно которые в поисках тех ответов на которые мы будем сегодня говорить божья любовь то есть ты находишься в период твоих духовных размышлений твоих встреч у них возможно проповедей ты находишься в особый период до эфира со мной что вот эта тема любви божий она захватила тебе что ты так сказать в этом очень сильно очень сильно написано так в священном писании вы сами научены богом любить друг друга вот несмотря на моё уже христианство многолетнее с детства я родился в семье верующих но служил богу старался не грешить но вот именно в отношении любви божией видно что у меня был этот пробел пробел был что я не любил людей так как бог хочет что я любил и он меня учит и последнее время очень сильно на это делает ударение моей жизни я хотел бы если есть возможность переживаниями своими поделиться я думаю что то что господь меня учит и и он всех нас учит и через нас господь хочет проговорить к вам уважаемые наши телезрители и также и вас хочет научить любить друг друга преисполнить любовью друг к другу ко всем чтобы та божественная любовь который он нас полюбил чтобы мы любили друг друга есть написано так евангелие от я на 3 главе золотой стих вообще библии на его с детства на память на и она 3 16 написано ибо так возлюбил бог мира что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную бог возлюбил мир бог возлюбил вас каждого из вас лично иисус христос полюбил вас полюбил меня и в знак своей любви к вам камни на его руках есть эти шрамы и всякие знаки от воздействия это знак того что он полюбил каждого из нас каждого человека он будет и он все сделал для того чтобы спасти нас и приготовил нам прекрасную вечность и хочешь чтобы вместе с ним бы и это божественная любовь ко мне каждому человеку она очень великая буду написано убили бог есть любовь как бы главное качество бога его естества его природы это любовь бог любит бог есть любовь бог любит и макс его максимум его любви к людям написано нет больше и то любви как если кто положит душу свою за свои друзья и бог свою любовь написано так возлюбил этот мир что послал сына своего иисуса христа в этом суть евангелия что бог послал не какого-то святого ним а не ангела не архангела но сам бог пришел человеческом теле и взял на себя наши грехи вместо того чтобы наказать меня чтобы наказать вас бог наказал своего сына бог говорит сегодня мне говорит сегодня вам я прощаю тебя я прощаю твои грехи ради моего сына ради моего сына и вместо смерти вместо наказания даю тебе даром дар вечную жизнь бог послал своего сына иисуса христа дабы всякий кто поверит в него кто призовет имя Господне, был спасен. Божья любовь, она очень великая к человеку. Написано в Библии, что она превосходит наши понятия. Мы просто не в состоянии постигнуть этой любви, насколько Бог любит каждого человека. Не в общем, не только весь мир Бог любит, но индивидуально каждого человека. Пастор и дорогие наши телезрители, и эта любовь, которую Бог любит, мир, Он хочет, чтобы она была в нас. Написано в первом послании Иоанна, 4-й, 11-й стих. Я прочитаю это место в Санне. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог на небе. И вот эту первую заповедь, которую Бог дал людям, это люби Бога и дальше люби ближнего своего. Бог хочет через вас, через меня любить людей. Любить людей. Я хочу поделиться коротко одним, то, что я послушал, то, что на меня очень сильно повлияло, на мою жизнь повлияло, на мои отношения к людям. Бог мне через это проговорил. Есть одна женщина по имени Мэри О'Нилл. Американка. Американка из штата Войоминка. Она врач. Врач по позвоночникам. Операции на позвоночнике делали. В то же время ученый в этой области. Мать четырех детей. И она и ее муж, они в свободное время любили заниматься спортом на каное. Лодки такие, где один человек садится. И когда у них время было, они по речкам там плавали. И в одно время они вместе с группой, с друзьями своими полетели в Чили. И там есть какая-то горная речка. Там были некоторые профессионалы среди них, которые пригласили. Быстрая горная речка. Но она говорит, для нас это не было новое что-то. Мы примерно уже знаем эту обстановку и к этим речкам, как плавать там. И на этой речке есть небольшие водопады. И есть меньше водопады, они могли прямо с этой лодки просто прыгнуть на этот водопад и дальше плыть. Но есть побольше, где она говорит, 8-10 фитов, обрыв, где вода падает. Они обходили. Есть течение, которое обходит этот водопад и они обходили этот большой водопад. И она говорит, случилось так, что когда она плыла по течению довольно-таки приличная скорость, и так как их группа была, и другой человек, чтобы не пойти в главный водопад туда, он свернул в сторону, и она туда хотела, и он подрезал ее. И он ее подрезал, и она говорит, меня другого выхода не было, и я пустила свою лодку в главный водопад. Где-то 10 футов, примерно как до потолка, чуть выше водопада. И она пошла на этот водопад, и вместе с лодкой, она привязанная была, и вместе с лодкой пошла под воду, и так как вода падала, и давление воды большое, она сразу ощутила, что она не может освободиться. Не может освободиться. И она подумала, что возможно здесь моя жизнь закончится. Лодка застряла где-то там в камнях, вода сверху, большой напор падает. И в тот момент, когда я ощутила свою безвыходную ситуацию в сознании, живая она, врач, очень аналитический, умный, она говорит, я вообще операции делаю, я по характеру не паническая, я очень трезво осмыслила свою ситуацию, и она говорит, я поняла, что моя ситуация почти безвыходна. И в момент определенный она смолилась, сказала Богу, да будет твоя воля. Я не имел в виду, что Бог меня спас, освободил. Но как он хочет, как он определил, пусть так и это и будет. И в тот момент, когда я произнесла в своем сознании эти слова, you will be done, oh God. И в этот момент, она говорит, я пережила сильное присутствие Иисуса Христа. Насколько реально я пережила его присутствие, если бы я мужа своего в магазине встретил, с которым я 30 лет прожила, это мой муж, пусть мне кто-то хочет, говорит, это мой муж, я его знаю, мы прожили вместе. Так же само мне было дано знать, что это Иисус Христос, что это его присутствие. И что интересно, что она говорит, я пережила такую любовь, такое принятие, такое сочувствие, такое сострадание, такой мир, такое понимание, что все будет хорошо, твои дети, твой муж, как бы все будет хорошо. и в его присутствии, его любви, я пережила то, что он знает меня от моего рождения, во всех моих моментах моей жизни, детства, юности, взрослой жизни, он всегда был рядом со мной, я просто увидела эту картину, он всегда был со мной, он все обо мне знает, я это поняла, моментально, духовно, она это все поняла, и что я им принятая, и что я возлюбленная. И она говорит, вы, может, подумаете, что ты, наверное, такая духовная была, такая, ну, угождала Богу, ревностная такая, святая была, что ты удостоилась такого Божьего принятия, такой Божьей любви. Она говорит, нет. Она говорит, нет, это мы все так думаем. И я в тот момент, когда я его пережила, такую любовь, присутствие Иисуса Христа, как я здесь прочитал, если так возлюбил нас Бог, вот так Бог любит человека. И она говорит, я подумала, меня, я, я же себя знаю, я, говорит, врач, ученый, четверо маленьких детей один за одним, я очень занятая, я, говорит, была верующая, детей своих возила в церкви на воскресную школу, там, но Бог для меня, я не была такой посвященной, ревностной христианкой. И то, что мы все о себе думаем, что мы не такие, мы недостойны, я недостойный, что Бог меня так любит, меня, я Библию мало читаю, я мало, я не так молюсь, как нужно молиться, я не так собрание хочу, я не так добро людям, я знаю свой характер, я, как, меня Бог не может так любить. И я так по себе думал, но она, говорит, в том-то и суть, что мы иногда, как бы, Бог любит нас, но мы сами себя, как бы, нам даже поверить в это трудно, и мы не воспринимаем Божью любовь, хоть мы знаем, мы читаем, мы слышим даже, то, что я сейчас говорю, но меня, это видно, кого-то другого Бог любит, но не меня. Но она, говорит, я пережила это, и мы знаем, что любовь Божья, она не основана на наших заслугах, что если ты такой хороший был, ты молился, ты в собрании, ух, как я люблю тебя, а ты не такой был хороший верующий, я тебя не так люблю. Говорит, нет, Божья любовь, она не основана, так как я, было какая, я такое пережила принятие, такую любовь, такую благодать, такое благоволение к себе, что я возлюбленная, что я дитя Божие, он все обо мне знает, он рядом со мной. Это такое ощущение, что я одна во вселенной, и что все его внимание, вся его любовь, его голгофская жертва для меня лично. Потрясающе. И я в тот момент понял, что это не только, что это ко всем, каждому человеку, каждому, независимо, что так он видит, каждого человека. И он спрашивает у него, этот ведущий, он говорит, ну, как вы момент смерти переживали, вы, вы, вы умерли уже, вы, что вы переживали? Она говорит, я не переживала этого, я, вот это, что я сказал, да будет воля твоя, говорит, I was alive, and then suddenly, I become more alive. Я была живая, и вдруг я стала больше живая. И в духовной реальности, она говорит, я, я говорит, мое понимание, мое восприятие реальности, оно как-то гораздо больше стало. Я понимаю, я вижу, что я в лодке, я вижу эту бурлящую воду, но я не чувствовала, что я захлебнулась, что я, я этого не переживала. Я просто переживала присутствие Божие, реальность Божию, и дальше ее дух уже вышел с тела, она видела себя в воде, потом позже видела, как ее уже достали, она 30 минут прошло, как она, дух ее был на небесах, то, что она говорит, она врач, она ученая, ее приглашают на ведущие телешоу, на одну из главных христианских станций телевизионных, ТПН, она там несколько раз давала, она и на факси, и на опра-шоу, ее везде, потому что она ученая, она очень говорит здраво, трезво, что она, я сама свой опыт не стерва, что это не галлюцинация. Мне подсказывают, мне подсказывают наши операторы, что у нас где-то в эфире было это свидетельство. Да? Да. Поэтому продолжай, пожалуйста. Да, ну вот я когда это, для себя, я не буду все рассказывать, что она, но главное, главное, что, когда она пошла на небо, и дух ее вышел с тела, но ей было сказано, она должна вернуться, ее труд на земле не окончился, после этого, ее, конечно, жизнь очень, до этих пор, я была врач, я ученый, говорит, после моего возвращения на землю, все эти титулы от меня, никакого значения не имели, я, я дитя Божие, я спасенная, Христос за меня умер, Божья любовь, это насколько, говорит, меня поменяло, и поменяло то, что, говорит, я очень начала по-другому к людям относиться. И в тот момент, когда вот это она переживала, присутствие Божие, передо мной прошел, как бы, анализ моей жизни, моменты моей жизни, с детства прошли, и моменты, где я кого-то, особенно, как она относилась к людям, как к ней относились люди, особенно, говорит, как ее кто-то оскорблял, ранил, плохие слова говорил, и я, мы как все, и я так, мы говорим, я прощаю тебя, как бы, мы знаем, что Библия говорит прощай, и мы так поверхностно, сухо говорим, но в то же время, I know that you are a jerk, I don't want to do nothing with you, как бы, ну, мы так поступаем, мы, этот человек плохой, и мы, ну, я прощаю тебя, но она говорит, передо мной, когда это все в духовном присутствии Божьем пристало, то, что мне человек делал, и говорит, я совсем по-другому это видела, я увидела, говорит, то, что мы видим о человеке, когда он нам плохо что-то делает, мы как бы видим душину айсберга, мы видим то, что он нам говорит, обижает, поступает с нами плохо, но, говорит, есть часть жизни, которую мы не знаем, почему он так ведет себя, его бэкграунд, как он прожил, почему он такой, как он есть, и она говорит, когда присутствие Божьем, я увидела всю картину жизни этого человека, и в моем сердце прощение, оно связано с таким милосердием, с такой благодатью, с таким сучувствием, это насколько глубоко, я увидела, как бы, для меня этот человек по-человечески был, ну, ты там такой плохой, я прощаю тебя, но Бог, я увидела, как Бог любит того человека, как он ему сучувствует, как он не судит поверхностно там, что он только сказал, а Бог видит всю картину, почему так человек ведет себя, и относится Бог с большим состраданием, большим сучувствием к этому человеку, и после того, как она вернулась на землю, куда она уже дальше стала жить, она говорит, я очень по-другому начал вас людьми поступать, я очень, очень, и что еще, главное, что она говорит, там она такая красота, говорит, такое приятное на небе, такая радость, такой мир, чувство, вот мы все, как бы, вот иногда даже кофе выпьешь, как ты чувствуешь себя лучше, да, в бодрость приходит, как-то все, и Бог, Он нас сотворил, Он хочет, чтобы мы радовались, чтобы у нас чувства приятные были, чтобы нам приятно было, и Бог на небесах говорит, там такая природа, там такие деревья, там такие цветы, там такие долины, там такая красота, и чувство, что ты дома, что ты вот это, вот это дома ты, вот здесь, и когда ей было сказано, что она должна вернуться в тело, говорит, это просто, говорит, я не говорила это, пока мои дети не выросли, она говорит, я не хотела, говорит, если бы я сказала детям, что я не хотела возвращаться, она говорит, у меня хорошая работа, у меня муж, мы очень хорошо жили, все у нас, дом, все, говорит, я врачом работала, но в то же время, там насколько это, говорит, Бог для нас, насколько не просто там, мы вечную жизнь, а Он для нас такое приготовил, все там хорошее, приятное, счастливое жизнь, что на земле, хоть тут нам, мы хотим жить, хорошо на земле, но это действительно, мы здесь странники, пришельцы, и это все, как бы, ничего не стоит здесь, в сравнении с тем, что нас ждет там, паспорт, но что интересно, вот это, что она сказала, как она, пережила эту Божью любовь, я потом, по-английски это называется, NDE, Near Death Experience, я нашел другие материалы, на эту тему, другие люди тоже, очень сильные свидетельства, один летчик разбился, на самолете, просто два погибли его напарника, просто самолет упал, а он верующий был, возвратился, но он тоже был вне тела, ну вот, и перед ней, когда эта картина просто прошла, это, и главное, как она относилась к людям, и как люди к ней относились, другие подобные свидетельства, другая женщина говорит, тоже, она еврейка была, не верила в Иисуса Христа, в богатой семье жила, в них лошади были, и она на лошади каталась, и 14-15 лет была, лошадь ее сбросила сюда, и к ногами просто растоптала, она говорит, я умерла, умерла, дух ее вышел с тела, и она говорит, я вообще, мне папа говорил, что Иисус Христос, это выдумка, хоть евреи были, это все, говорит, его нету, но говорит, я его встретила, и после этого, как она пришла в тело, она христианкой стала, ну что она говорит, перед ней тоже прошла картина ее жизни, как бы анализ, и это Мэри О'Нилл, она тоже говорит, что интересно, когда перед ней проходили картины этой ее жизни, где она не так поступала, где как с ней поступают люди, она говорит, я не чувствовала Божьей в тот момент строгости, что он меня как-то осуждает, что он меня отвергает, что он на меня гневается, это было в таком милосердии, это было в таком благодати, в таком сочувствии, я видела, что я неправильно делаю, но это не было в чувстве гнева, что он как-то меня, как мы иногда, Бог, Бог на меня, я знаю, он на меня, наверное, скорее всего, он не любит, оставил, я гречник, мне говорит, это все было в такой благодати, такой любви, потом просто один еще это где-то другая девочка еврейка она говорит передо мной тоже картина моей жизни проходила и нас папа возил в школу и мы по дороге подбирали одного мальчика медного возраста но говорит я как-то росла была не было лет там 13 примерно возрасте я большая девочка была а он моего возраста но он такой маленький хиленький был и он подставился на машину я его унижал я ему говорят ты никогда мужчины не станешь ты там такие какие-то слова оскорбительные оскорбительные слова ему говорила она это вспомнила и она гордить дано было ей бог показал картину ее ее жизни и она поняла что ей было это откровение такое что это не то что я говорила ну как бы сказала нам оскорбила как мы иногда сказал жене там соседу другу мы говорим оскорбительные слова но она говорит в божьи глаза в духовном мире это так сильно это так сильно это так плохо когда мы раним любого человека когда мы дерзкой рукой брём ближнего когда мы обижаем когда мы оскорбляем это очень сильно бог любит каждого человека каждого человека очень сильно и вот почему даже 58 глава исаи говорит что вы поститесь вы как бы ищите меня а бог вы как бы приближаетесь ко мне вы как ну я тебе раньше сказал что мы как бы тоже с детства нужно святыми быть не приду поддействовать не обманывать там не воровать там все поселят и будет когда а любви к близнею как-то у нас не делать большие ударения на на это бог говорит и пости зависимы ну вы а бог обращая как я ближний поступать перестаньте дерзкую рукой ближнему перестаньте говорить оскорбительные критиковать критиковать разделись голодным хлеб да вот это вот это что бог хочет чтобы ты так относился добрые дела твоя любовь научены богом любить друг друга вот это чтобы хоть почему потому что бог любит каждого человека это нам просто не понять не понять как бог любит каждого человека как эта женщина вот я пережила и и другая только это просто нельзя передать какая я любимая какая пруда а божье такое отношение каждому человеку я когда это послушал и думаю как бог любит любит как бог как если так полюбил нас бог то и мы должны любить друг друга не бог но что показал как я здесь не своим он меня учил раньше еще мы в америке здесь 35 лет кружили и помню мы оттуда с украины приехали меж такие святые все там так одежда наша такая платочка все так знаешь как это все вот и мы для нас эти люди которые тут уже долго прожили американцы там но одеты более прожили в другую жизнь мы там трудную жизнь прожили гонения бедности и все и так мы часть той системы были а здесь люди свободного как более в достатке прожили одеваются под по-другому и я даже помню помню только приехали и одна жена одного служителя она ну на работе работе так прическа не интеллигентно такая все там украшение подкрашенная чуть-чуть и меня такое было ощущение что это как это неверующие люди это не а тут оказывается что бог эту мэри он он любит как сильно а он любит так этого человека это не значит что человек все правильно делает что бог все но бог через меня хочет не ожесточение виде не какое-то отторжение к этому человеку потом другие ситуации в моей жизни дети наши стали подрастать а мышь такие традиционные мышь там не цепочку не кольца не моим он приехал ему было 45 лет на 16 лет в high school ходит забирали его со школы него цепочка на шея для меня от я советский христианин для нас это было как ну это грешники только носят как это я так повернулся цепочку увидел и он сзади сидел в автобусе я так рукой хотел сорвать но он уклонился я думаю позже это я просто каясь это просто примеры и мы так иногда людей в церкви видим не так одеты не так и мы мы как такое негативное чувство мы как бы от унижаем это он он безбожник он орешник а бог любит этого человека безмерно любит и написано если кто поступает с братом своим противозаконно коридаса вот есть мститель бог любит этого человека который может быть не такой которого волосы такие а бог его любит от его осуждаешь а ты его унижает а ты дерзко говоришь ты грубо говоришь ты унижаешь в своих глазах а тот же нельзя и я думаю я неправильно детьми мог бы больше сказать неправильно я поступал со своими детьми и помню как бог меня учил я был пастором отделения на все их правомнения старичкам приходил в один дом и там старушка такая она очень такая была такая жизненно радостная духовная такая была веселая такая была и я ей приносил это правомнения мужу и и мы беседовали все мы как-то с ней близкие отношениями и в нее был горды меня пронзили женой она уже умерла сестранина как назарова да и но факт то что помню мы приехали туда на борзды и там ну как бы мы в собрании не видим всей картины всей семьи всего родства а там тоже в нее детей много уже все взрослые внуки какой не сошлись а все до бабушки наборды и в порванные штаны и там и цепочки и ну как по-американский звезда и что я увидел что она они всех не таки его с порванными штанами с дырами там такими волосами там прическами и с украшениями они бабушку любят она их любит обнимая она я я смотрю нет у нее такое чтоб она надулась там только вы такие там вот переоденьтесь а там что мне стыдно заво она как будто не видит она как будто они все к ней они бабушку любят она любит она понимает она все понимать но она любовь не будет укорять любовь не бояту горя не бог это показывает почему написано в библии иисус сказал сказал благословенные войдите в царство моё а что в чем они люди ска что вы такого сделали он ведь вы когда я был голоден вот когда мы вот этот человек который с волосами может быть пьяный а иисус говорит это я в нем как я был голоден вы накормили меня я был на холодильнике я был в темнице вы посетили меня что вы сделали вот что мы делаем людям то мы делаем ему бог очень любит людей очень когда мы кружку воды и дать дали ближе или вот этого про самарянина это говорит кто мой ближний а иисус говорит этот шел человек с иерусалюма в ерехон из вещь и там его изранили разбойники побыли и он там израненные возле дороги лежал и священник прошел мимо прошел левит прошел мимо а самарянин неверующий научитесь добро делать мы же крестьяне а тот самарянин пришел тоже кнера бизнес дела куда-то шел там торопил все тоже все но нет он все бросил все оставил человек побитый человек израненный масло вылил на раны привязал посадил на своего осла может быть нарушил свой маршрут пошел где-то в какое-то селение там гостиницу заплатился а если что надо будет я еще заплачу и христос так вот ближний вот это бог говорит я так хочу чтоб вы относились мы иногда говорим что надо проповедовать людям дорогие братья сестры друзья надо говорить но больше надо своей жизни чтоб люди видели наше добро чтобы бой мы позволили богу через нас любить соседями с детьми с женами с мужьями как мы говорим как мы поступаем как мы ведем себя это очень очень важно очень не бог через это показал как как он любит людей я просто начал за собой следить и очень подноситься к людям критически просто любить просто нельзя я понял что надо быть добрым человек научитесь делать добро научитесь вот вот это чтоб люди видели наши добрые дела что мы были милосерден и добрым интересно этот ведущий мэри у него спрашивает вот ваша жизнь поменялась начались по-другому относиться к людям что вы предлагаете делать где-то мы не стреки где-то заниматься благотворительность это люди что первое первое но это и она говорит прежде прежде всего это наше эго это наша плоть мы если даже хотим добро делать нам на виду хочется нам на сцене хочется быть нам хочется какой-то организации чтобы за нас видели что нас она слышали на агры я для себя понял как с моего переживания не это бог хочет это каждый день со своим ребенком со своим мужем со со своим соседом сказать доброе слово на работе обнять помочь утешительные слова сказать такие как бы мелочи жизни повседневной жизни но наши добрые дела наши отношения к ближнему бог хочет через нас любить это что бог хочет от меня и он хочет от меня это хочет я уже мне уже 65 лет пастор но вот бог меня учит научен и бога любить друг друга я вижу что моя жизнь поменялась начал за собой следить за своими словами сейчас мы такой стараюсь просто и всех не замечаю там что не так люблю и всякие они как-то ко мне сразу потянулись а дети ты знаешь я с открытым кто я заслушался настолько это потрясающе потрясающее вот ощущение вот эти чувствования которые бог вложил твою сердце я уверен что это для очень многих из нас потому что я тебе внимательно слушаю и говорят я открытое ухо был но я вошел в себя вот так слушая тебя и думаю много говорим о грехе много говорим о беззаконии вокруг нас но говорим критикуем что все не такие пастор павел 35 лет назад я еще холостым был на сиатле есть такая церковь бабака известная церковь очень консервативная сейчас по-моему бабак пастырь переехал где-то там другой пастырь вот они пригласили меня я как раз был начинающим служителем тогда я говорил проповедь я произнес следующую фразу когда много проповедуешь всех моментов каждое предложение каждую фразу ты не помнишь о чем-то я говорил там 10 лет назад примеру тему я все помню темы которые я говорил в каком направлении это была тема то есть помню но то что я сказал в той проповеди 35 лет назад она вот здесь я прямом эфире я пока и сейчас в этом я каялся в душе и неоднократно я произнес фразу следующую говорю я сделал такое заключение находясь несколько месяцев в америке мы что когда брена на 35 лет назад сделал заключение что если и есть церковь на земле у иисуса христа так эта церковь осталась в советском союзе здесь я произнес и вот представь себе что я ну я произнес тысячу проповедей за 35 лет я произнес тысячу эфиров мне подсказали где-то наверно 1200 эфиров влияние до 1200 за 20 лет вот мало ли чё но то что я тогда сказал а ну вот здесь и господь меня осудил года прошли господь меня осудил я думаю что это возвращается ну мою пану почему это возвращается мне надо было в этом покаяться наслоение возможно пастор павел возможно наслоение то есть среды обитания в которой мы находились как-то в мишсвудском союзе вокруг нас враги да 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 нам надо сберечь себя от врагов и нас наших детей и наших близких и нашу церковь дабы ничто не проникло в наши святые праведные и правильные ряды и вот это наслоение в силу нашего прошлого это наслоение оно перенеслось и суда для того чтобы воспринимать человека таким как он есть с его слабости до сегодня достатка с его падение ошибка для того чтобы воспринимать это надо иметь такую любовь это надо распахнуть свое сердце вместить не вот таким как он есть а вот наслоение наше этого совка как мы говорим пастор совка и даже дальше руководство духовное согласно братья я как бы не усуждаю не унижая но вот тюрьмы вот это жестко жесткость много лет ссылки тюрьмы сама вот эта система такой грубости советской жизни она повлияла на нас и мы даже мини замечали и да я даже я не замечал эту а уже прожил в америке 35 лет уже глядываясь назад видя эту большую к большую картину и видя что не все так хорошо с нами пастор павел я вот вспоминаю это в тему я вспоминаю я пришел с армии тогда пришел с армии и отец начал брать меня на совещание братские беседы нерегистрированного братства потому что мы приехали с донбассом будучи нерегистрированы и отец был рукоположен нерегистрированной церкви там покойный белых виктор иванович потом потом иванов киевский потом еще эти братья нерегистрированы Левчук Левчук совершенно верно Иван Федотов брат Иван и как-то мы поехали в Ковик это от Нововолынска там час из дней отец взял меня и вот один из известных епископов я не буду говорить его имя присутствовал председательство на этой братской и я же был тогда мне 20 лет всего и как-то он поднимали какой-то вопрос решая там какие-то церковные дела и он так хуба так отдернул одного из присутствующих братьев невзирая на то что я молодой человек начинающий проповедник и он так грубо так резко таким тоном но для меня это было ты до сих пор помнишь помню мы сидим в машине обратно это я отца спрашиваю говорю не подобающее как-то а отец посмотрел так мягко говорить сынок он более 20 лет отсидел в тюрьме и это наложилось как он говорит с людьми так как зэки говорили друг с другом и отец отец его особо не критиковал и я помню ты сколько лет это 40 сиртолета вот это что я сказал только айсберг мы иногда видим что человек ведет себя а бог учитывает это даже ну такая среда тюрьма оно неправильно но бог он стопроцентно состраданием сочувствиями, что люди так вот покалечены. Хотя справедливости ради, есть моменты в наших служениях, в беседе с молодежью, в церковных проповедях, когда мы с алтарей несем слово, доносим как служители, доносим. Есть моменты, когда апостол Павел говорит строго обличать. Есть моменты, которые не замечая, мы тоже терпим урон. Но то, о чем ты так здорово, из твоих уст, как река текла, вот это настолько важно для нас, как для служителей, понимать. Если так полюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Мы, скорее всего, запретим сразу, вместо того, чтобы подойти и обнять, как-то мягко, будьте друг к другу добрым, сострадать. Пастор, все, весной заветов, любовь, более всего, облекитесь любовью. Любовь совокупно совершается. Да. Если кто любит, там 13 глава о любви, где говорится до коринфян. Если я и дары имею, и всю силу имею, и горе могу, а любви не имею, я медленяще, кимов, смущающую. Вот любовь милосердия, любовь долго терпит, любовь, благость, милосердие, любовь, сострадание, кротость. Любовь не превозносится, любовь не желает ближнего, не завидует. Не завидует. Вот это, как Бог любит, как Бог принял нас в свою славу, какие мы есть. Христос же не умер за нас, если мы хорошими стали. А когда мы были еще грешницами, он умер за нас. И Он принял каждого из нас, таких как меня. Иди принимай. Бог долго терпит. Бог работает с человеком в большом долготерпении, благости, милости. И Он хочет нас, это видите, пастор, чтобы мы... Я на чеке эту тему говорил, и один брат говорит, ну это же Дух Святой, это любовь Божия издевается Духом Святым. Как бы нужно, чтобы два или три часа молиться, чтобы как-то наполниться любовью. Я говорю, ну это же ты... Да, молиться надо, да. Но Писание говорит, научитесь делать добро. Если мы христиане, если мы новое творение во Христе, написано, всякий рожден, всякий любящий от Бога рожден. Если мы рождены от Бога, если Христос в нас, если Дух представлен в нас, если мы новое творение во Христе Иисусе, Бог с нами, Бог в нас. Иди и научись добро делать. Для того, чтобы быть тем человеком, что самарянином быть, чтобы помочь человеку. Не надо два часа молиться, видишь нужду, помоги. Ну, конечно, мы утром молимся, мы идем в день, на работу, в школу, с детьми, с семьей, мы помолились, и мы, Господь, ты в нас, ты во мне, ты со мной, ты поможешь мне, помоги мне любить, помоги мне язык свой обуздывать, не оскорблять. Говорить добрые слова, говорить добрые слова, помогать, замечать нужды других, как бы, излучать эту любовь, быть этим светом, божественной любви. Через меня Бог хочет любить людей. И Бог через это, Он, пастор, на Украине, я был на Украине, и один служитель церкви, и говорит, твой папа лежал в больнице, мой папа страдал астмой, иногда по месяцу лежал там в больнице. Я был неверующим, но твой папа, он такой больной был, намного больше, чем я, и я лежал там, и он лежал, и он так мне прислуживал, он так мне все подносил, и мне, и другим, и за Христа говорил, но он так служил, так помогал нам, говорит, он вышел в больнице, я неверующий, там, то, что он говорил, я ушел. Он говорит, передай папе своему, что Бог меня посетил, Я верующий, это я его плод. От того, что он добро делал, от того, что он был милосерден. И написано, в день посещения видел ваши добрые дела. Бог прославил. Бог через нас. Люди хотят, если мы видим, если люди нас видят жесткими, грубыми, немилосердными, так, унижающими, оскорбляющими. Особенно всеми, с детьми, мужья, жены. Иногда мы себе позволяем дома с домашними то, что мы не позволяем. Бог это видит. И это написано, касающийся вас, если мы касаемся этого человека, который может быть у нас ближний, может быть жена, может быть сын, дочь, сосед, брат, кто бы то ни был. Если мы его унижаем, если вы ему оскорбляете, если мы его ранены своими словами, Христос говорит, касается вас, если мы касаемся этого человека, мы его зенит и он касаемся. Этого человека Бог за него великую цену заплатил. Бог его любит, этого человека, которого мы можем быть. В наших глазах он плохой, он не такой, он все. А Бог не хочет, чтобы мы так поступали. Бог не хочет. Бог хочет, чтобы мы вот такими были, как он. Если так нас Бог полюбит, то и мы должны видеть это. Как ты думаешь, нужны ли особые чувствования, особые, может быть, какие-то порывы? Порывы, когда мы замечаем нужду, когда мы замечаем, видим слезы, когда мы видим плач, страдания какие-то. Пастор, просто добрый слаз. Даже не обязательно что-то. Один пресвитер в нашей церкви, проповеди, тоже говорит, его Бог учил, ну мы же все оттуда приехали. Он говорит, я пастор, я тот священник, что мимо прошел. Говорит, в церковь пришел, один молодой юноша на передней скамейке сидит и плачет. А я вижу, что он пьяный. Видно, что он выпишет. И я так встал напротив него и думаю, это водка в нем плачет. Говорит, а другой парнишка подошел такой, одетый такой, как бы не очень по-христиански, а он сел возле этого человека, говорит, обнял его и так притулился к нему. Говорит, Бог тебе поможет, Бог тебя любит. Говорит, а этот пастор, а Бог мне говорит, видишь, это ты как тот фарисей, это ты как тот, который мимо прошел. А этот человек, он простые слова. Вот мы иногда видим там, или не так поступает, или сын, или дочь, и мы как-то уже его, ну, как-то отношение наше к нему негативное такое. А он обнялся, говорит, Бог поможет, вот это Бог хочет, чтобы у нас было такое, чтобы мы людей любили, чтобы даже животные чувствуют, вот у меня пёс дома есть, он даже твой тон голоса понимал, они чувствуют, когда их любят, когда их, и люди чувствуют, особенно у служителей, они, люди чувствуют, когда пастори озаботятся, когда они любят, когда они милосердны, когда они как тот добрый самарянин, готовый послужить, простые вещи, обнял, хорошие слова сказал, кому-то помог, кому-то, ну, это каждый день, Бог нам покажет, если мы будем стремиться, он, в маленьких делах, Господь покажет нам, как любить людей вокруг нас. не относиться подозрительно, не рисовать в своей голове, в своем воображении, что это грешник, он потерянный, он все, ему в ад дорога, не рисовать. не покаяшься, пойдешь, уже у нас такое отторжение, грубость такая, ты плохой. Даже в церкви, иногда молодые люди, наши дети приходят, иногда даже жалуются родителям, говорят, ребенок пришел в церковь, ну, говорит, я хочу, чтобы он в церковь, в собрание пришел, ну, какой есть он там, ну, одетый не так, ну, в собрание пришел, может, Бог коснется, говорит, на него смотрят с подозрением, о, пришел такой, он говорит, а они чувствуют это, что их не любят, что их отторгают, и они не хотят идти потом, а Бог хочет, чтобы мы были добрыми. Вот я вспоминаю, во свете, в беседе со мной, я вспоминаю мать Терезу, почему она прогремела на весь мир, почему она в эти трущобы индийские, с этими, не просто обездоленными, с этими больными, заразиться, прокаженными, вот это, сколько фотографий я видел, даже видел, по-моему, там, где она их, вот это, обрабатывает, где-то она, понятно, потом ее возвели в стан святых, католическая церковь, но, тем не менее, это стало именем, в Божьих глазах, это большой пример, большой, большой пример, и даже то, что ее возвели в ранг святых, в ранг святых, я к этому отношусь, нормально, с пониманием, с пониманием, да, я не буду критиковать, я эту католическую церковь не буду критиковать, то есть нельзя, то есть есть образцы для нас, а тем более, во всяком народе, боящийся Бога, и поступающий по правде, приятный, независимо от динаминации, а тем более, сколько облако свидетелей у нас, в писании об этом, написано о Христе, что он раздал, расточил, то есть он себя отдал, и, ты знаешь, я благодарен тебе за эту тему, потому что, ты многому меня научил, знаешь, возобновил в моей памяти, вот эти вот необходимые, те моменты, которые должны присутствовать, потому что мы более, как я говорил чуть раньше, более склонны опустить человека в свои глаза, покритиковать, высказать какую-то критику за его глазами, за его очами, вместо того, чтобы действительно найти в себе достаточно христианства, я там не буду говорить уже высокопарно духовности, достаточно христианства библейского, чтобы заметить, если Бог его любит, таким, как он есть, я должен, тем более, я должен, если я Христов, я должен, он через меня хочет показать, что я тебя люблю, чтобы его любовь во мне было, продолжай, тебя хорошо идет, да, 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 пусть нам Бог поможет, у нас 8 минут еще есть, так быстро время прошло, так Бог нас возлюбил, и на небесах, это атмосфера любви, и царство Божие, это царство любви, и, как я уже сказал, что мы иногда думаем так, слышим, что Бог любит, что Бог возлюбил, мы на себя смотрим, знаем свой характер, знаем свои недостатки, знаем свои минусы, что мы не такие уж хорошие, нам кажется, неужели Бог меня, но это Он кого-то любит, на меня Он, скорее всего, недовольный, гневается, вообще, Он, может, меня оставил, даже, потому что я не такой верующий, но Бог любит независимую, Божья любовь, она не основана на наших добрых делах, она не основана, не основана на нашей праведности, просто Он любит, и написано в Библии, что ничто не может отлучить нас от Лизы Божьей, вот так Бог каждого человека, свое творение сильно любит, что никакая сила во Вселенной не может нарушить это, только что мы сами можем, сами как-то, меня, я, Бог любит, но это что-то так сильно, меня не может быть такого, мы как бы сами можем, почему Иисус сказал, прибудьте в моей любви, да, прибудьте в этом, поймите, что вы возлюбленные, поймите, что вы драгоценные, и когда мы, у нас есть это понятие, что Бог нас так сильно любит, и мы начинаем людей любить, когда мы начинаем больше жить в этом сознании, что мы принятые, что мы возлюбленные, конечно, мы на пути, если мы согрешаем, мы каемся, но тоже, говорю, мы ходим в веру, мы просто верим, что нас Бог любит, и что Он с нами, как эта женщина сказала, от моего рождения, во всех моментах, периодах моей жизни, Он, я так это все понял, что Он ближе, чем мы отдыхаем, Он все знает, Он везде был, Он рядом был, Он спасал, Он избавлял, Он сострадал, Он там был, где мне трудно было. Дорогие друзья, и то же самое в вашей жизни, Бог любит вас, просто доверяйтесь Ему, если даже какие-то трудности в жизни, испытания, мы на этой земле живем, мы не можем даже понять, почему Бог нам допускает определенные скорби, определенные трудности, но через это Он вырабатывает что-то в нас, впоследствии получится что-то хорошее. Мы не хотим, чтобы что-то плохое происходило в нашей жизни, но если даже происходит что-то, доверяйтесь Богу, доверяйтесь Ему, что я в Его любви, Он меня любит, Он меня проводит через эти обстоятельства, Он мне поможет. И когда вы будете доверяться полностью Господу, доверяться Его любви, Его доброте, Его благости, в ваше сердце будет мир проходить. Часто от того, что мы не пробиваем Его любви, не осознаем, насколько мы приняты, насколько мы возлюблены, насколько Бог даже знает, сколько волос у нас на голове, что Он с нами, каждый момент нашей жизни, Он все о нас знает, Он не безразличный к нам. И просто доверяйтесь Ему полностью, и в этом мы найдете мир. Мир приходит от доверия, когда мы доверяемся Богу, доверяемся Его любви. И если бы сознание того, что мы, находясь в Божьей любви, мы защищены Богом, и вот эта защита Богом и понимание того, кем есть Бог, и как Он любит нас, вот эти вот, я называю это компоненты, они не позволят мне делать что-то противоправное по отношению к тому, который меня так возлюбил. То есть здесь, здесь, здесь у нас парадигма вот в нашем восприятии, в нашей теологии, такая, что для того, чтобы Бог тебя любил, не делай этого, не делай этого, тогда Бог любит тебя. Я это сделал сегодня, Он же перестал меня любить. Да, совершенно. А Он постоянно, написано, благость Его, доброта Его, она ведет нас к покаянию. Покаянию. Он не перестал, и интенсивность Его любви к нам, она не слабеет. Она не слабеет. А наоборот, может быть, слава такого человека, Бог еще больше его хочет хранить, потому что я тебя люблю, я люблю за тебя, я даже и сказал. Вот если бы мы начинали с этого, а не с того, что не вкушай, не дотрагивайся, не смотри, не прикасайся. Люди в таком страхе живут, что Бог, Бог, Он такой, Он только думает, что мне что-то такое плохое сделать, я знаю, что я такой, я такой. Мы же знаем себя, какими. Это не ислам, это в исламе такой Бог. В исламе такой Бог. А наш Бог есть, Он любит, Он любит, каждого из нас, очень сильная любит. И хочет, чтобы мы просто радовались, что мы Его дети. Даже если мы согрешаем, мы каемся, мы стараемся, но мы пребывайте в Его любви. Всегда живите в этом сознании, что вы возлюбленный Бог, что вы приняты, что ваши имена написаны на небесах, что Он с вами, что Он вам вечность приготовил, новое небо, новую землю, новое тело. Мы с Ним будем всю вечность проводить. И вот это сознание того, что Бог возлюбил каждого из нас, возлюбил мир. Иисус отдал за нас, наказал Его вместо нас. И Его благодать обширная, как море. Говорит, всякий, кто призовет, мы от имя спасем. Если устами твоими будешь исповедовать Господа, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Бог дал нам вечную жизнь, даром дал. Бог дал нам вечную жизнь, и эта жизнь, написано, Его Сын. Имеющий Сына имеет жизнь вечную. Имеющий Сына не имеет жизни вечной. Иисусе Христе мы имеем величайшее благословение, величайшее дар. Это суть Евангелия в этом. Евангелие, это благая вещь, что Бог любит. Бог пришел не судить мир, спасти пришел мир. Больных, не здоровые имеют нужду во враче, а больные, как Иисус на земле. Его упрекали, что нам с грешниками есть, с этими людьми. Он говорит, я пришел спасать, я не пришел губить людей, я пришел спасать, я люблю людей. Я пришел явить людям Божьим любовь, Божьим милосердием, состраданием. Я недавно беседовал с молодежью, я им говорил, такие слова говорю, дьявол ненавидит вас с любого менности. Он не ваш друг, он не ваш товарищ с совершенным. он обманывает, он обманывает. Он лжец от начала написано. Нет в нем истины, он не устоял в истине. Поэтому, говорю, не думайте, что вот заигрывая с грехом, заигрывая с дьяволом, вы думаете, вы будете думать, о, как-то он будет ко мне благосклонно относиться. его цель это вас погубить и меня, и любого из живущих на земле, дабы увлекти, то есть увлечь за собой, забрать за собой в преисподнюю, как много больше. Как больше. убойник на кресте. Господи, вот сердце, поменялось сердце, помяни меня. Он же там не говорил какие-то, не исповедовал имя, никакой там, а просто поверил в него, что он божественный Иисус. Вот что-то поменялось в сердце у него. Помяни меня, старство, будешь со мной, всякий, кто призовет имя Господень. Пастор Ильюн, как Моисей возбит змею в пустыне. Люди, змеи жали, люди умирали, это преобраз Иисуса Христа. Так должно быть, это в этой же главе, так должно быть воздействием на Сыну Человеческую, дабы всякий верующий в Него не погиб. То есть, всякий путник земли уставший, утомленный грешник, все, что нужно, посмотри на Голгофу, посмотри на Иисуса, и благодать Его обширная, как море. И через веру в Иисуса Христа возвещается спасение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова